приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про акцию 29 процентов скидка на весь товар в прем магазине такой акции ни разу в жизни не видел с 2013 года играют такого не было 17 марта по 17 апреля 29 процентов скидка на все но вкладка внешний вид на период этой акции в прем магазине будет отсутствовать а вот теперь точно на все прям аккаунт на 30 дней 390 рублей не 550 невероятно вот бы он всегда столько стоил это было бы вообще шикарно также алда дешевле прям танки там от 1100 рублей до 1700 они какие-то там 2500 я в 2013 году купился fcm 50 за 1400 рублей я на нем сырал 3500 боев и уже много лет на нем не играю потому что он мне не нравится от 3500 боев играл а потом что тот не нравится танк оказывается вот оказывается не нравится наверно потому что на нем сейчас невозможно играть а до этого 3500 боев я играл и было возможно танков в прем магазине стало больше танков за голду в клиенте игры стало больше разработчики в новости написали что они хотят нам больше давать чем брать поэтому вот это вот акция нам поэтому на вот танки на постоянку в продажу они вот эти вот танки которые на короткий период добавили в продажу и что хоть что и делай постоянно танки продаются не вовремя и туда-сюда пару дней пройдет и все его уже и нет хочешь бери не хочешь не бери это конечно правильно это хорошо это бесило то что танк добавляются в продажу на несколько дней не успел купить ну и все вроде с одной стороны хочется купить а с другой стороны постоянно это не вовремя происходит добавили больше танков это правильно но добавили на самом деле не так уж много танков по сравнению с тем сколько их наштамповали за все это время конверта не останавливался конверта работал но добавили в прем магазин и в клиент игры там несколько танков это хорошо это классно и эти танки на постоянку продаются но еще огромное количество танков которые самые сильные самые имбовые не продаются на постоянке и их по-прежнему хочется получить поэтому так то оно так но на самом деле не так на мой взгляд танки не должны стоить в цену полноценной игры это очень много 2 500 это много 1400 я считаю что это нормально это как дополнение к игре в самый раз 2500 это уже целая игра должна быть на мой лично взгляд это первое что хочется сказать прям аккаунт тоже самое ты его покупаешь за 550 и он целый месяц работает и чтобы реализовать прям аккаунт на месяц тебе нужно месяц играть а если ты его купил и не играешь что ты купил и ничего не получил ты просто 550 рублей выкинул поэтому ты покупаешь еще должен отработать его за свои же деньги поэтому на мой взгляд это не должно стоить аж 550 от 390 а еще лучше 350 было бы в самый раз поскольку тебе это нужно еще самому играть и она не останавливается ни разу но это всего лишь на месяц и этот месяц уже начался такое ощущение что на новый год мы получаем много ресурсов даже если не покупаем новогодние коробки мы все равно получаем кучу резервов на серебро кучу фарма получаем бонусы там от новогодней елки от ангара фармим так или иначе больше чем обычно потом мы можем еще и накупить коробок у нас еще больше ресурса будет в итоге после нового года у нас проходит пару событий где мы можем потратить все эти ресурсы и вот тебе на в самый раз акция на месяц где мы можем снова пополнить ресурсы просто это все купил по скидке получается как какой-то план мне интересно на следующий год тоже у нас после нового года будет марафон с 3d стилем на голду как карачун и тоже будет скидка на месяц или нет будет ли это в следующем году тоже вот чем вопрос но так или иначе скидка хорошая я думаю что больше людей всего купит за этот месяц больше чем обычно поскольку так или иначе скидка неплохая но то что он в новости написано то что разработчики хотят больше дать чем взять на самом деле товары которые стоят дешевле приносят больше денег потому что их чаще покупают и массовость приносит деньги по крайней мере я так думаю если вы там гениальный маркетолог можете в комментариях под этим видео написать свои мысли но насколько я помню давным-давно в каком-то видео или новости с ответами разработчиков было сказано что больше всего денег в игре приносит функция перевода свободного опыта за голду сейчас уже много там чертежей всего остального в игре подобавляли может быть эта функция уже используется не так часто что сейчас больше всего денег приносит я не знаю но на самом деле я в общем и целом не против чтобы разработчики зарабатывали пусть зарабатывает больше если им надо компания это все-таки компания там есть люди зарплаты и так далее компания в убыток себе работать не может меня больше интересуют патчи которые улучшают игру они ухудшают чтобы игра приносила кайф чтобы игра развивалась что я вижу в этом году я вижу огромную работу со стримерами по игре танков контрибьюторы работа огромная это плюс я вижу всякие события движухи новости и так далее это тоже плюс качество каких-то там новых режимов или в принципе режимов по сути особо как-то не изменилось выходят всякие там ранги на восьмом левеле 7 на 7 что просто сделано на скорую руку очевидно же потом какие-то там еще аркадные бои которые тоже просто там механики какие-то минимально изменили что-то там покрутили какие-то параметры и все что тоже так чисто по угорать на пару боев это мне не сильно понятно то ли они что-то там тестируют то ли что-то хотят еще новое изобрести в общем люди что-то там делают но мне как игроку это но так чисто по приколу на небольшой промежуток времени поэтому я бы это прям в плюс не записывал это больше такое плюс а минус а вот изменение самого рандом и основного режима игры здесь каких-то положительных плюсов я не вижу игра прям в лучшую сторону пока еще не собирается идти по крайней мере я этого не вижу может быть там что-то добавляют хорошая в игре в патчах что-то там изменения какие-то есть но потом какое-то одно изменение с увеличением оглушения в разы все хорошее может перекрыть поэтому пока что я не вижу какого-то просветления и мне как игроку именно вот это вот больше интересно но разработчикам наверное больше интересна их зарплата и вот эти всякие движухи и акции их тоже можно понять они приходят домой наверное и не намазывают на хлеб наши жалобы как нас там в рандоме арта месяц но я как стример сижу на стриме и меня реально арта месяц каждый стрим каждый бой и я честно говоря не пойму зачем она вообще в игре нужно зачем она разрабам нужно в прем магазине нет прем арты как арта приносит день я не знаю тем что она сбивает с нас ресурсы в ремках аптечках и уменьшает оглушением наш фарм да просто цифру фарма круто нити в другую сторону и пусть арта нас не месяц и все арта воды пусть идут в лес зато жопа не будет у меня гореть и много людей не будут уходить из игры может быть вернуться если их не будет доставать каждый бой арта со своим оглушением дурацким но я игру не делаю мне может быть не видно и непонятно за 90 тысяч боев ничего в игре поэтому мне как игроку улучшения боев незаметны несмотря на то что некоторые удобные вещи в игру добавляются но какая-нибудь плохая вещь которую добавили 1 может перечеркнуть десяток хороших принципе это все мое мнение по этой акции я вообще абсолютно не против нее мне больше интересует сама игра а по поводу этой акции она больше направлена на тех у кого пустоватые ангары у меня же все прям танки есть мне даже купить там нечего даже боевые пропуски одну главу купил в прям магазине у меня на странице боевого пропуска ничего нет написано ты уже купил чё ты сюда пришел мне даже купить нечего поэтому я чё я могу вообще высказать по этой акции классная акция обалденная пишите свое мнение в комментариях с вами варчик был играть красиво всем удачи увидимся пока пока